Здравия, друзья! Небесный порошок продолжает усиленно сыпать на наши головы, но даже те, кто был причастен к этому, быть может под воздействием обмана, уже не могут молчать и высказывают правду публично. Немецкий авиатехник, переделавший обычные самолеты под аэрозольные, просит предать его суду, засадеянное над людьми и природой, но его как будто бы никто не слышит? Это обращение авиатехника к людям перевел Германикус Максимус, чей ролик предлагаю вашему вниманию. Вот, посмотрите, и это не только сегодня, это уже в течение пяти лет я наблюдаю, и зимой, и летом, и весной, и осенью, что вы скажете, что это инверсионный след от самолета. Вот, посмотрите, эти самолеты сыпят каждый день, каждый день, и мне кажется, чаще по ночам, когда мы спим, поэтому практически в Германии нету солнца, люди не видят солнца и не видят голубого неба, потому что вот каждый день они вот такое вот сыпят. Вот, посмотрите, каждый день, и мне кажется, чаще по ночам. Вот, и могу даже завтра записать видео, какая будет завтра у нас погода. Не будет солнца, будет сыро-серо, там оно еще вот немножко светит. И вот так вот, вот, посмотрите, они как дружно прям вот, видно, как они дружно. Два самолета друг, рядышком с другом летят. И вот, говорю, утром было еще, было еще солнышко, голубое небо, ну, а теперь вот будет сыро-серо, вот тут уже облака, такие, они расплываются в такие тучи и застилают все небо облаками. Вон самолеты полетели, вот здесь, вот, все небо вот такое вот. Что это такое, кто скажет? И что это никто не видит? Люди, что не смотрят на небо совсем? Здравия, правдоруба! Вашему вниманию сегодня представляю признание невольного соучастника геоинжиниринга, что в простонародье называется химтрейлы. Независимые исследователи давно уже бьют тревогу, но официальные круги заверяют нас в том, что это делается на благо человечества и для защиты земли в целом от потепления. Но давайте с вами послушаем технического работника, который на специализированных военных аэродромах занимался именно переоборудованием самолетов под эти самые распылители порошка. Выступал он на одном из многочисленных митингов, которые сегодня проходят по Германии. Здравствуйте, я техник по обслуживанию и ремонту воздушных и космических летательных аппаратов. И я расскажу вам, чем я занимался в последнее время. Я работал на специализированном военном аэродроме в совместной кооперации с немецким воздушно-космическим центром. Я устанавливал в самолетах систему распыления ядовитых веществ. Когда я собрал все необходимые доказательства, фото и прочее, я обратился к депутату своего округа от партии «Зеленых» и сказал ему, что я готов предстать перед любой комиссией по разбирательству этого дела. А через три дня ко мне пришел главный шеф и сказал, что он вынужден меня уволить, потому что сверху закрутились такие жернова, которые он не в силах остановить, и что я больше не смогу работать в авиакосмической отрасли. Каждый, кто хочет увидеть, как это выглядит и как это работает, может подойти ко мне, у меня все с собой, я покажу вам наглядно. К этому хочу только добавить то, что после того, как мы закончили переоборудование самолета всеми вот этими канистрами, цистернами, распылителями, и все это делалось под наблюдением военных, нам объяснили, что это практически будет использоваться над Германией в виде теста, когда впереди идущий самолет будет распылять эту субстанцию, а сзади летящий самолет будет с помощью определенных приборов собирать эти частички и анализировать их. Итак, после завершения установки всего этого оборудования, нас попросили военные одеть защитные костюмы, потому что эти баки, все цистерны должны быть заполнены с сульфидами алюминия, оксидом бария, плюс какими-то наночастичками полимерных ядов, и поэтому полный защитный костюм необходим. Каждый, кто имеет какие-то сомнения, может подойти ко мне, у меня все с собой, я вам это наглядно покажу, и повторяю, что я готов предстать перед любым разбирательством, перед любой комиссией. И хочу сказать вам только одно, мы движемся со сверхзвуковой скоростью к экологической катастрофе. Вот такое вот заявление сделал технический работник авиакосмической отрасли Германия, которое работает под патронтажем военных. А так как его уволили с этой отрасли, и не дадут возможности больше там работать, и учитывая то, что он открывает свой рот на различных публичных мероприятиях, впору уже беспокоится о его здоровье и вообще безопасности. Как вы сами понимаете, никакого разбирательства по этому вопросу не будет, потому что в конце разбирательства просто можно выйти на самих себя, как говорится. Ну и также средства массовой информации, конечно же, не обронят об этом ни слова, потому что что первые управленцы, что вторые глашатайи, они все находятся под колпаком у Мюллера, роль которого сегодня играет леволиберальная сатанистская группировка дермократов. Это надгосударственная группировка, которая пренебрегает всеми суверенитетами. Каждый, подняв голову в небо, может увидеть это в любом месте земного диска, не правда ли? А ведь большую часть поверхности земли занимает вода, так зачем бороться с потеплением именно над городами? Есть ведь и другие места, менее заселенные или вообще безлюдные, но именно борьба с потеплением проводится над густонаселенными районами. Как эти негодяи смогли проникнуть с этой программой во все государства? Я думаю, что подписание всяких киотских протоколов и борьба с потеплением вот эти все включают или подразумевают под собой вот применение вот этого вот геоинжиниринга, так называемого. Прописали зеленую повестку и в соответствии с этой повесткой прописали якобы благородные цели по защите нашей планеты от потепления. Хотя все же вроде взрослые люди понимают, что этот процесс колебательный, когда теплее, когда холоднее в истории человечества было, а они как-то хотят устаканить температурный режим на земле. Это еще похлеще, чем реки вспять повернуть. Тем не менее, мы видим, что процесс идет. Как этому протестовать? Ну, здесь, по-моему, только есть одна возможность. Это, как ни странно, опять-таки давление общественности, которые бы смогли возглавить компетентные люди, адвокаты, химики, техники и так далее. Других эффективных способов предопрощения этого процесса я пока не вижу, а вы можете оставить свое мнение или предложение в комментарии. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. Оставайтесь бодрыми, здоровыми, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Очередное наглядное пособие. Вот так вот летит нормальный самолет, а полосы, которые вот здесь остались, это уже от ненормального самолета, да? Понятно? Вот так это выглядит. Вот полосы, оставленные через все небо, плохо видно, но видно. И вон самолетик летит.